Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем проходить Хастл Кастл. Так, я потерпел поражение от какого-то Сержа. Интересно посмотреть на него, давайте глянем, что это такой за человечишка. 158 тысяч с половиной у него мощей было и он меня разбомбил. Но одно радует, что он мало с меня поимел чего. Так, а у меня тем не менее алхимики растут, яблочки идут, естественно манна, древесина, даже плотник подрос. 12 уровень, что может быть лучше? Да ничего. Так, 13 минут 36 секунд у меня будет еще строиться казначейка моя, а здесь один день 3 часа. То есть еще очень достаточно долго. Блин, орков нет, ребята. Придется, наверное, нападать на игроков и фармить денежку, да? А денежка нам для чего, интересно, нужна будет? Ну, это мы потом с вами посмотрим. А сейчас давайте выбирать какого-нибудь человечка пожирнее. В плане ресурсов, денег, пока ничего хорошего я не вижу. Неужели придется вот этих вот слабеньких ребят разбирать? Не хотелось бы. Но, видимо, придется. Ага, вот, есть один. Давайте-ка посмотрим его хорошенько. Так, 130 мощей. В принципе, я думаю, можно попробовать. Все равно мы от этого ничего не потеряем. Ну, а если мы его сейчас победим, то только приобретем. Но как-то у меня тут кисло все идет, ребята, если честно. Посмотрите сами. Ёлки-палки. Ресальщик у него есть, а это плохо. Блин, у меня уже один маг упал. Хреново. Ну, тем не менее, все, ребята. По-моему, мы победили. Остался тут один хиллер и лучник. Точнее, ну да, лучник. Все, сейчас он упадет. Ну что же, 100 тысяч я с него поймел. И 40 тысяч дерева. Это хорошо. Так, я не знаю, давайте их на отхил поставим. Пускай они лечатся. Блин, 11 минут, а? Ну, в принципе, можно даже подождать. Мы получили прогресс. Сундучок. Так, а здесь, а здесь слишком, слишком много всего надо сделать, чтобы что-то получить. Боевое мастерство, да? Спасибо вам, ребята, за подарки. Получаю. И теперь, наверное, надо будет отправить вам. Давайте с этого, наверное, и начнем. Так, ну, как обычно, почему-то долго идет загрузка. Постоянно вот так. Алекс. Неужели все получилось как нельзя хорошо? Джой. Кто у нас тут следующий? Алексей. Давай, Алешенька. Тезка причем мой. Так, а здесь кто у нас? Слава, да? Следующий пошел. Татьяна. Привет, Танюша. Денис Горячев. Отлично. Кто там у нас следующий? Ну, что так долго-то, а? Так, Никита. Никита Демидов. Отлично. Следующий пойдет у нас Илья Артемов. Потом. Ну, кто, что? Давай быстрее. Родион. Родиончик. Так, ребята, выбираю чисто рандомно. Так что, Анночка, Одли. Ну, вот и, в принципе, и все. Заработал я себе сундучок. И давайте, ребята, вскрывать и смотреть, что отсюда выпадет. Ну, обычно мне, как известно, не фартит. Поэтому будут одни ресурсы. Как пить дать, говорю вам. И опять ресурсы. В общем, с этих двух последних тоже будут ресурсы. Давайте-ка мы сейчас глянем вот с этого сундука, что выпадет нам. Ага, выпало кольцо. Плотнику на 10 уровень. Можно, в принципе, посмотреть будет потом. И здесь у нас ресурсы. В общем, все как-то так. Ну, что, давайте соберем вот эти все улыбочки. Видите, у меня ребята отхилились. Давайте возвращать. Серега у меня просто так ходит вообще без дела. Надо бы его, конечно, куда-то поставить, чтобы он занимался чем-нибудь. Поленья. Так, кольцо мы потом с вами глянем. Манны у нас дофига. Так, надо глянуть уровни у них. Так, ну-ка ты. Я даже не знаю. С яблоками, в принципе, пока проблем у нас особых нет. 214 тысяч. Нам хватит побродить здесь. Хотя на кого бродить-то? У нас здесь только игроки. Давай-ка иди сюда, родная. А ты у меня пойдешь. Я даже не знаю. Давай сюда встанешь. И мне нужен еще пятизвездочный мужик. Мужичинка. Давай иди сюда. Будем, как говорится, их спаривать. Ну, вы понимаете для чего. Чтобы у нас были дети. Нам нужно население. И причем достаточно большое. Мне семь человек еще. Можно завести. Так, давайте-ка. Нет, что-то не то. Давай вот так вот мы сделаем. Берем магию. Вставим взамен ее. Ту же, что и взяли. Забираем маленько. Ну, эти там пускай воркуют. Мешать мы им, в принципе, не будем. Единственное, что хотелось бы, знаете, что? Да когда что посрочится? Я думаю, у меня казна моя закончится к концу этого выпуска строиться. 61 тысяча солтых. Да, тут 48. Давайте тогда этого глянем. 101 тысяча. В принципе, думаю, разберем. Кинжальчик у него, да? Основной танк. Ну, и как видите, он оказался больно ватный. Хотя, все-таки шпарит, шпарит. Смотрите-ка. Даже, возможно, сейчас убьет. Нет. А, нет, убил, да. Но это его не спасает. Все. Вот я, кстати, не могу понять, какой смысл сейчас в данный момент вообще от лучников. Почему не поставить арбалет? Ведь лук, он сам по себе и медленный. Да, у него там есть неплохой стат. Ну, 10% шанса, это, конечно, извините меня, никуда не годится. Колодец маны, ребята, я могу поставить, делаться. В принципе, деньги надо будет куда-то девать. Я, наверное, так и сделаю. 85 тысяч дерева тратится. Ну, а для чего я это буду делать? Потому что нет ни орков, ни хороших таких противников. Ну, а так будет себя настроиться потихоньку, полегоньку. Я, правда, не знаю, сколько по времени. Сейчас мы это увидим. Так, а миллион накопить на колодец маны. Можно, в принципе, побродить. Каспер, здорово. Как говорится, полутать. Но сомневаюсь, что что-то у нас из этого получится хорошего. Кто тут у нас? Мануэль. Так, 49 тысяч. Этого мало. Тут тоже мало. Ну, что ж, давайте. Можно, в принципе, сейчас просто зачистить полностью карту, чтобы я был на ней один. Смотрите, он здесь поставил себе ледяные руны. Кстати, тоже я не вижу у них смысла. Мне кажется, самое эффективное это ядовитые. Но еще огненные, куда ни шло. Но вот ледяные совсем кажется ни к чему. Так, ладно, сейчас мы и его разбираем. Мануэля. Смотри-ка, крепко-крепко стоит на ногах парень. Ну, сейчас упадут его последние солдаты. Все. 50 тысяч, да, мы снова имеем. И 21 тысячу дерева. Дерево у меня сейчас просто завалить. Ага. Подарок еще кто-то выслал. Ней. Спасибо тебе, родной. Давайте вскроем. Ресурсы. Ладно. Ага, у меня тут уровень получила. 31. Да, слишком долго они у меня качаются в этой тренировочной. Я не знаю. Была бы какая-нибудь супер микстур, когда я выпил и сразу у тебя уровень повышается. Как в этих... Как в чем? Блин, хотел сказать, как в котах. Но там немножко другая система. Там прокачка идет деталями. А здесь вы тоже могли бы что-нибудь, да, там пожирал какую-нибудь супер курочку. И у тебя сразу повышается уровень. Ну, тут все делается за кристаллы. Так, где у меня колечко-то? Ну, а вот и оно. И давайте-ка посмотрим, на кого его можно поставить. В принципе, можно и здесь влепить. Но надо глянуть и остальных. 428, 248. Что-то уж вообще у тебя какое-то слабенькое. Давайте-ка поставим. Где оно? Вот. Отлично. Просто изумительно. А ты что у меня тут, Родион, балдеешь? Давай-ка глянем. Этот топорик, в принципе, можно было бы, наверное, надеть ему. Но он у меня учится. А есть у меня работяги, которые работают. Так что, в первую очередь, надо глянуть на них. 372. Слушайте, по-моему... У-у-у. Красный топор отстает. И здесь тоже. Что-то как-то не айс получается, да? Смотрите, у меня столько шмоток, всякого хлама. Надо что-то, ребята, наверное, разобрать. Вам так не кажется? Давайте-ка начнем, наверное, не с рубанка, естественно. И вот арбалетик. У меня их два. Вот этот мы разбираем. Теперь надо определиться по костюмам. Вот этот самый слабый. Тоже его. На кристаллы. И, наверное, в принципе... Хотя нет, ребята, вот этот костюмчик тоже надо разобрать обязательно. Отлично. Кинжалы эти тоже, потому что у меня есть зеленые. Хотя и зеленые можно было бы тоже разобрать. Все равно я ими пользоваться не буду. Так, прогресс. Можно, в принципе, сделать прогрессик, ребята. Как вы на это смотрите? Чтобы сходить на карту и пофармить маленько. 2000 мощей у меня уже. Блин, хреново. Не нравится мне такой расклад. Так, давайте-ка, ребятушки, возвращайтесь обратно. Улыбочки накопились. Ну, в принципе, все. Так, яблоки забираем. У нас, кстати, не так уж и много, в принципе, уже яблок. Но, я думаю, на зачистку нам хватит. 32, 43 тысячи. Давайте-ка его бомбанем слегка. Так, ага. У него, смотрите, ребята в фиолетовых костюмах. А это очень хорошо, в принципе. Но падает. А почему, интересно, у них не было танка? Наверное, как и я, забыл когда-то поставить его и ушел. Кстати, бывает такая штука, да? Например, ставишь ребят на отхил. В это время тебе там что-нибудь вызывает начальник или что-то. Ты мобилу быстренько убираешь. Потом заходишь в игру и смотришь, что на твой замок было нападение. И вспоминаешь, что ты с больнички забыл выставить своих юнитов. Да, глупо, конечно, но такое бывает. Так, что у нас здесь? Цезарь. 35 тысяч 47. В принципе, 47 довольно неплохая сумма. И мощи такие неплохие. В принципе, с ним бы можно было бы даже немножко повоевать. Посмотреть, кто кого. Так, где у меня там? Иди сюда, возвращайся. Эти все у меня там воркуют. Так, где он у меня находится? Где-то здесь должен быть. Так. Разве этот? Ну, какая разница, в принципе, да? С кого нам получать деньги? Тут, ребята, главное результат. Идем фармить деньги, значит, не важно с кого. Главное их получить. Ну, все, все, все. Давайте уже падайте. Надоели уже. В самом деле. Так, маги. Вообще, маги у меня, я смотрю, как-то кисло бьют. Но я, в принципе, догадываюсь, почему. Потому что они ходят у меня в тяжелой броне. Были бы они в магической фигне, все бы дело шло намного быстрее. Но и падали бы они тоже у меня быстрее. Тут, как говорится, кто кого передамажит. Ну, а в бронике они, естественно, будут стоять намного дольше. Так, я даже не знаю, что еще можно здесь сделать. Давай, отхиливайся быстрее. И пойдем далее. 400 тысяч у меня, ребята, денег. Это, конечно, мало. Совсем мало. 48, а здесь 49. Вот его и бомбанем. Ага, 134 тысячи мужчин. Кстати, вот когда так идет, намного интереснее бои смотреть, чем когда разбираешь каких-то слабеньких ребят. Вау, 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 вот здесь вот, по-моему, ребята... А, нет, нет. Я думал, что здесь опять партия, состоящая из пяти, точнее, четырех отхилов. Там, как говорится, мало шансов вообще победить. А если еще и одеты хорошо, то вообще никаких шансов нет. Даже магия не поможет. Ну, а здесь все-таки мы разобрали. Да, лихо я набираю себе рейд. 2083 уже. Блин, я потом задолбаюсь, ребята, сливать. Все яблоки придется, наверное, потратить. Хотя я их потрачу на эти бои сейчас. Так, два сундучка у нас, ребята. Сейчас мы посмотрим, что здесь будет. Так, давайте глянем. Что? Ага, костюм повара, ребят. Ой, 17 уровень. Печалька, конечно. Костюмчик хороший, но не для меня. И лук. Ну, смотрите, 10%, да? Но это ничтожно мало, поэтому надо будет его потом разобрать на составные. Мы пока тут с вами, ребята, вещи разбирали, у меня казначейство пропалось. И это хорошо. Так, у нее 4 звезды. Я не знаю, стоит ли ее отправлять сюда вниз. У этой сколько? 5. Ну, и у нее, в принципе, доход будет побольше, да? 1206. А у этой 1476. Нет, родная, иди-ка обратно сюда. А ты... Так, раз, два, три, четыре, пять. 5. Нет, по-моему, их здесь должно быть 6, если не ошибаюсь. Так, иди-ка сюда, родная. Возвращайся. Да, никто не выбегает, значит, в большом зале 6 человек будет. Придется тому пока в одиночестве в горном постоять. Ну, наверное, мы вскоре ему найдем кого-нибудь. Но еще пока неизвестно. Так, эти у меня тоже тут варят. И мои уже выхилились. Их можно, в принципе, забирать и идти на карту. Так, все тут пучком. Алхимик. Магия у нас до хрена. Так что пока ты там не нужен. Дрова. Маленько. Тут у нас один день еще будет лепиться. 582 кристалла. Это слишком дофига, да? Чтобы закончить это здание моментально. Ладно, думаю, денечек мы потерпим. 14 уровень у нее, да? Неплохо довольно-таки. Так, а вот этот, кстати, у меня новичок. Вот этот лысый пень. Давай-ка иди сюда. Будешь развлекать у меня алхимика. Он, бедный, там уже скухожился. Сгорбился. Ну, вроде бы теперь точно все, ребята. Так что давайте-ка еще поставим с вами, наверное, все-таки колодец маны. Не будем зря терять время. 14 часов будет всего делаться. Не так уж это и много. Ну что, ребята, нам можно еще здесь сделать. Пока, наверное, ничего. Все у нас расстраивается. Яблоки копятся, деньги копятся. Теперь осталось нам только ждать в море погоды, когда это все сделается. И, в принципе, в следующей серии можно уже смотреть, как дальше все пойдет в дело. Так, давайте возвращайтесь, чтобы я не вышел из игры, а вы стояли здесь в лазарете или чились. В то время, как меня будут грабить. Такому больше не бывать. 251 тысяча. Да. А денег нужно, наверное, сколько тут? Минимум, ребята. Минимум миллион. Так что, ребята, предлагаю с вами встретиться чуть-чуть попозже, когда у нас тут немножко поднакопится денег. Ну что же, дорогие мои друзья, продолжаем. Проходи с вами хастл-кастл. Так что у нас здесь сейчас происходит? Ага, Глафира родила. И тут у меня два нападения было, где я проиграл. Так, сэр, да понятно, Дональд. Я так и понял. Уровни. Ну-ка, да иди ты отсюда. Показывайте мне уровень какой. Так, 32-й и 46-й. Ну-ка, а какой у тебя ребенок здесь родится? Блин, только лишь малыш. Я уже что-то рассчитывал, что посмотрю, сколько звезд у него. Ладно. Так, алхимики растут. Яблочки тоже добываются. Деньги пошли. Ой, ребят, я даже не знаю. За эту серию смогу ли я накопить миллион? Всего лишь-то сколько? Так, а здесь у меня... Вот посмотрите, а, ну как я могу проигрывать? Ну, мань приложу. И почему у меня в отряде всего лишь четверо? А где у меня пятый? Интересно мне знать. Ирина Любомир Красава Полуэкт. Кого-то не хватает. А где он у меня, а? Ё-моё, ребят, он у меня внизу ходит, а? Вы видели такое? Вот о чем я, в принципе, и говорил. Опачки, ребят, спасибо за подарки. Получаем. А вам я уже, к сожалению... Нет, к счастью, отправил. Так, давайте посмотрим, что выпадет. Как обычно, ресурсы. Ну, как пить дать? Бабки не ходи. Одни ресурсики и будут. Да. Хотя, в принципе, это довольно неплохо. Сейчас бы, конечно, денег побольше. Где-нибудь с 800 тысяч меня вполне бы устроила такая сумма. Где же я сейчас их нафармлю, а, ребята? Ну-ка, орки есть? Орков нету. Печалька. Ну и каким же, интересно, макаром я буду накапливать себе миллион, а? Давайте посмотрим. О, 97 тысяч золотых. Неплохо, не дурно. 98 даже. Ха-ха. Отлично. Так, давайте глянем далее. Тохо, граф. Тохо, граф. 99, 30, 77. Ну, мне такое впечатление. 95. Томатос. Тут 96. 84. В принципе, ребята, довольно неплохие стоят ребята, с которых можно поиметь денег. И давайте в бой, естественно, будем сейчас разбирать. Ну что же, мне нравится его нафармация. В принципе, как у меня. Единственное, над чем я сейчас в данный момент думаю, что надо мне заменить арбалетчика тоже на мага. Ух ты, ух ты. Вы смотрите, выхиливает. Но не тут-то было. Тут, знаете, какая стратегия, ребята? Главное, в первую очередь, как можно быстрее забить воина. Чтобы твои маги переключились на его магов и, естественно, разбомбили. Они не переключаются обратно на воина, когда тот встает на ноги. В этом, в принципе, и есть лимитерная тактика. Так, девчонка у меня с этой соской. Это значит, на ней висит штраф. А штраф, по-моему, там 13 часов. Довольно немалый. Так, тут у меня с нас 8 часов 15 минут делаться еще будет. Так что времени еще у нас в вагон. Монетный двор, колодец маны. Естественно, я думаю, что будем делать с вами монетный двор. Хотя, посмотрим. У меня вообще-то сейчас в последнее время с едой проблемы. А с деньгами, да и с деньгами, кстати, тоже. Даже не знаю, какой сделать приоритет. Так, давай. Броня. Броня. Все, больше ничего не могу. Так, давайте глянем. Ого-го-го. 198 тысяч. И причем фиолетовые шмотки. Это очень, очень жестко будет. Тут вот нормально. А вот на этой карте у нас 95 тысяч. Давайте. Давайте попробуем, как говорится. Почему бы и нет. Отряд у меня полный. Все выхилены. Магию с собой я взял. Так. О, 199 тысяч. Блин, может быть на него попробовать, а? Что тут? Воскрешает союзника. Ладно, это рез. Опять рез. Да вы что, издеваетесь что ли? Не, ребят, так дело не пойдет. Я не буду на него нападать, потому что элементарно он будет все время воскрешаться. И таким макаром они порвут меня. Как Тузи грелку. 148 тысяч. 250. Нет. Тут даже смотреть не буду. Однозначно нет. Черт подери. Вот о чем, ребята, я говорил. Вот что значит ПВП очки и рейтинг. Чем он выше, тем круче у тебя тут стоят ребята. Ну вы посмотрите, а? Кого не возьми, все мощные. Ёлки-палки. Да, и каким макаром я здесь буду зарабатывать себе миллион. 600 тысяч. Хе-хе-хе. Нет, нет. Не прокатит, ребята, здесь все. Причем 55 уровня все войны у него. Против моих там 45, 42, 44 уровневых. Да. Ну, что там у меня опять в замке происходит? Ну, в принципе, вот этого можно было бы разобрать. Но, честно говоря, не особо охота, да? Так, давайте-ка глянем в этот, в замок мой. Ну что там, ёлки-палки, иду уже, иду. Где я? Показывайте мне. Ага, опять Каспер балует здесь. Ясно. 8 часов 13 минут. Московское время. Хе-хе-хе-хе. Ой, блин. Давайте-ка что-нибудь, ребята, вот это, наверное, будем улучшать. С вами лечебный луч. Будет нас отхиливать. Правда, я им особо не пользуюсь. Я вообще им пользовался, по-моему, два раза всего лишь. И больше как-то не доводилось. Просто не было возможности. Даже не то, что возможности, а не было тех действий, куда можно было бы ее применить. Так, алхимик, возвращайся. Все равно уже толку от тебя там никакого не будет. Так, и что? Я не знаю. Тебя, наверное, сюда. Иди. Занимайся дальше, развивайся. Казначейчик ты мой. Ну, что вы мне делать, ребята, а? Хотел поиграть, хотел, думал. Пойдем пофармим, заработаем миллион себе, поставим постройку. Хрен тут что получилось. Причем у меня один строитель свободный. Жалко, что он будет просто так простаивать. Миллион. Нифига не выходит. Я по замку своему бегаю, как клоп. А сделать ничего не могу. Ну, давайте Игоря. 148 тысяч. Куда мне до этого Игоря? Там Лукас. 48 тысяч золота у него. Нет, ну при желании можно было бы вот этих маленьких набить. Но не вижу выгоды для себя я в этом. Так, 46 уровень. А 46 это получается еще 4 уровня. И он будет у меня 50. Да. А там уже, как вы видели, 55-56. О, давайте-ка вот на этого паренька нападем. Это, так сказать, легкий куш. Наверное, да? Или что? Я не понял. Что опять происходит? Так. Упали оба. Оба встали. Причем приблизительно с одинаковым резом. Так, почему мой воин стоит, как тупой валенок, блин? Даже не бьет. Ё-моё, ребят, смотри, что происходит. Моих магов сзади уже практически разбили. Ну, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Блин, а у меня магии нету. Ай-яй-яй-яй-яй. Если бы у меня сейчас был бы фаербольчик. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Арбалетчик, давай. Ну, не тупи. Давай. Отлично, ребята. Все-таки я вытянул этот бой. Но прошу также не забывать, что это был один из слабеньких, который находился на карте. Остальные там просто бизоны. Я, наверное, буду завершать этот выпуск. Сам втихаря солью себе рейд, чтобы на следующий выпуск у меня, как говорится, были и деньги, и доступные нам игроки, которые будут послабже нас. И мы сможем им надрать зады. Ну что ж, дорогие мои, буду я завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр и мы обязательно с вами увидимся в следующих сериях. Всем пока.